Показываю печку для разогрева карбюратора. Банка из-под детского питания, допустим, либо из-под компота. Две проволоки. С печки зимой я накидываю угольков. Много не надо, иначе мембрана сгорит. Полбанки. Все подвешивается, за проволоки так подвязывается. Все пошла температура. И сверху тряпочка накидывается. Чтобы тепло сохранялось в верхней части карбюратора. Сейчас он нагреется. Бензин станет тепленьким, нагреется вот этот насос. И первая порция бензина будет горячая. Заведется очень хорошо. Минут через 10-15 будем заводить. Такая печка. Банка с прорезьями внутри углей. Так, все, карбюратор отогрет. И сейчас специально для любителей Микунь за 29 тысяч рублей покажем, как заводится с карбюратором за 350 рублей буран в лежащем состоянии. Перед тем, как завести надо, нажимаем на диафрагму. Закачали бензин, чтобы отсюда пошло с дружка. Сейчас мы его с отцом перевернем и заведем. Посмотрите. Все, лежит на боку. Сейчас я его заведу. Закачали бензин. Можно целиком перевернуть. То же самое будет. Так же заведется. Единственное, что с бака бензин будет лицать. Принцип карбюратора тот же самый, что на бензопилах. Я специально смотрел чертежи на хусварных, на штилях. Вот один в один карбюратор. Принцип точно такой же. Так же диафрагма. Так же там коромысло ходит внутри то же самое. Ну а бензопилу, сами знаете, хоть как переворачиваю, она работает. Никто не обвинит бензопилу в том, что она не экономична. Так что все эти глупые росказни, что он жрет. Как лошадь там помои, все это сказки. Обычный карбюратор. Двигатель съест топливо столько, сколько ему надо. Главное понять, сколько воздух, бензин, пропорции должны быть. Тут уже жиклером надо подгадывать. Карбюратор старый, древний. Я не знаю, еще знак качества на нем стоит. Жиклер мы вставляли сюда с другого карбюратора. Подбирали. Потому что, особенно сейчас тут современные пошли карбюраторы, там дырка вообще большая. Он заводится, заводится, все, но оборотов не дает, захлебывается и бензина много. Нужно подбирать жиклер такой потоньше. Ну а когда обе свечи работают, метет как угорелый. Однозначно. Ну и плюс глушак Диде тоже к ней добавляет. Поэтому получается неубиваемая, очень простая машинка. Всем любителям Якунь за 29000 посвящается. Что еще хочу сказать про данный чудо карбюратор. Вот эта диафрагма, за счет которой работает карбюратор, является подкачивающим насосом. Если посмотреть ролики про карбюраторы Микуни, установленные на Буран, чего там люди только не придумают. То есть родной насос, который у нас стоит на Буране, Микуни обслужить не может. Это, кстати, говорит о том, что Микуня жрет бензин. И то количество топлива, которое выдает данный насос Микуни, не хватает. Значит, Микуня ест больше, чем родной Бурановский насос, карбюратор. В данном случае, этому насосу помогает диафрагма. Она тоже качает бензин. Не надо никаких придумать жигулевских насосов, которые ставят на Микуни. Какие-то там шланчики, трубочки, чего только там люди не напридумывают. Ужас какой-то. Вот, кусок железа. Две заслонки. Одна топливная стоит вон там. Это заслонка на случай, если плохо заводится. Ногой прям нажимаешь, стоишь. Закрываешь воздушную заслонку. Заводишь. Ну, у меня заводится без... Вот именно этот карбюратор, без вот этой процедуры. На втором Буране приходится нажимать. Там вот что-то немножко по-другому уже сделано. Карбюратор более современный. Это вот старый-старый карбюратор. Вот так. Чудо-карбюратор. Часть вторая. Часть вторая. Часть вторая.